МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Это люди, которые меняют пространство вокруг нас, возводят здания, дороги, целые города, создают из камня дерево, бетон, асфальт, а нашу привычную комфортную среду. Все, что мы видим каждый день из окон своих домов, офисов и без чего не представляем свою жизнь, создано руками строителей. Город меняется. Рядом со старыми районами, с домами 50-х, 70-х годов вырастают новые, современные. Один из таких – Саровская ривьера, кусочек Европы в самом сердце Сарова. Это жилой комплекс, который объединил все достижения прогресса для того, чтобы сделать жизнь его обитателей комфортной и безопасной. Из окон домов открываются отличные виды на благоустроенную территорию, гладь реки, а с верхних этажей потрясающий панорама Сарова, монастырский комплекс, слияние рек и сосновый бор. Внутри подъездов – лестничные марши и переходы, облицованные полированным керам-гранитом, подвесные потолки-грильята со встроенными светодиодными светильниками, бесшумные европейские лифты, место для круглосуточного дежурства консьержа, система видеонаблюдения. Наши дома построены с помощью новейших технологий с применением энергосберегающего остекления и утепленными фасадами с облицовкой долговечным керам-гранитом, что сокращает значительно затраты на отопление и обеспечивает превосходный внешний вид. В конструкции плоской кровли с внутренним водостоком применена двойная гидроизоляция, что исключает обычные проблемы с крышами, такие как наледь, протечки или сход снега. Инженерные коммуникации построены по самым современным технологиям, а широкое применение полимерных материалов обеспечит их бесперебойную долговечную работу. В Саровской ривьере квартиры свободной планировки. Покупая себе жилье, вы сами можете решить, сколько здесь будет комнат, сделать все по своему вкусу, без необходимости сносить стены. Это позволяет существенно сэкономить и время, и деньги. Например, семья Лидии, рассмотрев несколько вариантов, выбрала квартиру в ривьере именно из-за свободной планировки. Но этот вариант нам понравился больше всего по квадратуре, и здесь мы распланировали для детей каждому своя комната, для нас с мужем, кухня-гостиная. И, скажем так, все свои желания и потребности мы удовлетворили. Как признается Лидия, ривьера – это идеальное место для жизни семьи с детьми. Шаговая доступность школ, детских садов и спортивных объектов делает микрорайон привлекательным. К тому же для детей застройщик оборудовал четыре площадки с разноуровневыми лазилками, горками, спортивной зоной и все для активных игр на свежем воздухе. Нам тут очень нравится, и тут красивые лазилки прикольные, можно научиться много трюков делать, тут секции рядом. У нас тут много друзей, лазилки, да, красивые. Многоэтажки в стиле хай-тек, зеленые газоны, детские игровые площадки, дизайнерские лавочки, декоративные деревья, близость леса и намережная для неспешных прогулок. Саровская ривьера давно стала излюбленным местом отдыха не только для обитателей жилого комплекса. Горожане приезжают сюда со всех концов Сарова. А благоустроено, очень хорошо, гораздо лучше, чем все районы нашего города. И приятно гулять, приятно отдыхать. Здесь проводятся свадьбы, здесь дети гуляют с большим удовольствием, все здорово. Здесь благоустроено, зелено, красиво, можно посидеть, отдохнуть. Вы знаете, очень хорошо, это все сделано, и так современный, вид хороший. Очень многие люди отдыхают здесь, любят отдыхать. Для тех, кто ищет варианты индивидуального жилья, компания Саров Инвест предлагает уютные таунхаусы на набережной реки Садис с собственным участком и полным благоустройством современные дома для комфортной жизни в городской черте. Новый облик Сарова – заслуга многих людей, проектировщиков, дизайнеров, архитекторов, инженеров, прорабов и других специалистов, которые ответственно подходят к своей работе на каждом из ее этапов. Канал 16 поздравляет всех причастных к преображению Сарова с профессиональным праздником – Днем строителя. Мы желаем вам дальнейших успехов, новых ярких проектов и их блестящей реализации. Продолжается прием документов на зачисление в детский технопарк «Каванториум». Родители юных саровчан ждут в молодежном центре каждый вторник и четверг с 17.30 до 19.30. Специалисты помогут определиться с направлением и научат пользоваться системой «Навигатор». С собой необходимо взять копию основного документа ребенка, маску и перчатки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Пенсионный фонд планирует начислять все новые выплаты по принципам соцказначейства, то есть без сбора документов и справок от граждан. Всю информацию будут собирать автоматически. Для этого уже провели масштабную работу по настройке новых форматов взаимодействия с другими ведомствами. Помимо работы с ЕГР ЗАГС, отделения пенсионного фонда заключили соглашение с региональными отделениями фонда социального страхования, которые предоставляют в пенсионный фонд сведения о родовых сертификатах. Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел и Росреестр направляют в ведомство данные о доходах граждан, прописке и имуществе. Одной из первых мер, которую пенсионный фонд стал оказывать без личного участия семей – назначение материнского капитала. Принципы социального казначейства также будут применять при назначении ежемесячных выплат нуждающимся беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. С 7 по 11 августа в регионе сохранится высокая пожароопасность лесов и торфянников. В связи с этим могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с появлением природных пожаров. Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует гражданам быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности, а также запрет на посещение лесов. Нельзя жить мусор на садовых и дачных участках, сжигать мусор вблизи леса и лесных насаждений, разводить костры в лесах, бросать горящие спички и окурки. При обнаружении природного пожара необходимо незамедлительно вызвать пожарных по телефону 112. Кошка – один из самых древних спутников человека. Этих пушистых домоседов любят и взрослые дети. Существует много праздников в честь усатых любимцев. Один из них отмечают 8 августа. Главная цель Всемирного дня кошек – привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных. Девять кошек обитают на квартирной передержке волонтеров из общественной организации «Зато верный друг». Все эти животные попали сюда с улиц или были вывезены из приемника. Много повидавшие за свою жизнь здесь они находят тепло и ласку. Каждый день волонтеры приходят на передержку, чтобы покормить своих пушистых питомцев, поиграть и приласкать. Отсюда же кошек пристраивают в новые дома. Спросом пользуются не только котята. Многие приходят за взрослыми животными. Не каждый готов справляться с характером котенка. Кошка уже сформированный характер определенный и хозяева просто подбирает под себя. К тому же взрослые кошки уже приучены к туалету и не дерут мебель. Например, кот Ась. Очень ласковый, обожает, когда его гладят и чешут за ушком. Скорее всего, изначально был домашним, но как-то попал на улицу, чуть не стал жертвой стаи собак. Кота отбила волонтер. Такой настолько теленочек, что он просто сам не справился. И принесли сюда. Естественно, у нас отсидел карантин в коридоре, потом вот пустили в комнату его. Эту кошку нашли мы точно так же на улице. Искали одного кота, принесли другую, беременную, клочкастую. Вот рожала здесь. Котят раздали. Вот сейчас будем ее пристраивать. Кошку назвали Фаей. Она оказалась барышней с характером. Квартирную передержку считает своей территорией. Следит за порядком. С Фаей и Асям живет котенок Грю. Его вместе с братом достали из ливневой канализации. Сколько животных там просидели, неизвестно. Но малыш до сих пор не отошел от шока. Все время прячется и на контакт идет с неохотой. Но волонтеры считают, что приучить его дело времени. Если вам приглянулась какая-то из кошек, не откладывайте. Звоните по телефону, который видите на экране. Все подробности в группе приемника ВКонтакте. Лето в этом году выдалось аномально жарким. В Нижегородской области не раз фиксировали температурные рекорды. Пока одни радуются солнцу и возможности купаться и загорать, другие мечтают о дождях и прохладе. Мы решили узнать у сыровчан, какой, по их мнению, должна быть погода летом. Погода явления переменчивы, но у каждого есть свои сезонные предпочтения. Прошлым летом россияне жаловались на дожди и прохладу. А в этом году изнемогают от жары. Есть и те, кто легко приспосабливается к любым погодным условиям. Мы решили узнать у сыровчан, какой они предпочитают погоду летом. Я люблю жару, да. Больше жару. Ну, потому что я вообще южный человек, то есть загорать люблю. Жарко, скорее всего. Почему? Потому что можно охладиться в бассейне, там, в речке. Я, скорее всего, более прохладную погоду, потому что жарко, и как-то мне неприятно ходить. Среднее. Когда жарко, когда прохладно. По-разному. Иногда бывает дышать тяжело, когда жарко, и сухая погода. Комфортнее. Кому-то жарче нужно, кому-то прохладнее. Я просто считаю, что среднее между здесь. Мне кажется, так должно быть. Так организм устроен. Прохладную. Почему? Для моего возраста. Лучше. Среднюю. Ну, чтобы ни жарко, ни холодно было. Комфортно. 23-25, вот так вот. По результатам опроса мы выяснили, что в основном сыровчане предпочитают что-то среднее между прохладной и жаркой погодой. На площадке клуба «Мечта» прошла акция «Дорога глазами детей». Ребята рисовали мелками на асфальте ситуации, в которых важно соблюдать правила дорожного движения. Работу оценивали сотрудники госавтоинспекции. Подробности в следующем репортаже. Вооружившись цветными мелками, юные художники приступили к работе. За считанные минуты на асфальте появились различные жизненные картинки, с помощью которых ребята постарались ответить на главный вопрос. Какие правила нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя на дороге? Смотрю по сторонам и смотрю на светофор. И иду на зеленый свет. Каждый участник старался отразить в своей работе самые важные элементы дорожной безопасности. Кто-то рисовал зебру, кто-то светофор, а кто-то даже изобразил целую улицу. Сотрудники ГИБДД оценивали рисунки ребят и рассказывали им о безопасном поведении на дороге. Разъясняем правила поведения непосредственно на проезжей части дороги. То есть это, соответственно, переход проезжей части только в установленных местах по пешеходным переходам, обозначенным именно дорожными знаками и разметкой, только на разрешающий сигнал светофора переходить в проезжую часть, если это регулируемый у нас пешеходный переход. Вот, а ни в коем случае не пересекать проезжую часть вне пешеходного перехода. Акция «Дорога глазами детей» направлена на то, чтобы напомнить детям о важности соблюдения ПДД. Зачастую дети невнимательно ведут себя на дорогах, и результатом этой невнимательности в лучшем случае бывают травмы. Элементарные знания правил дорожного движения помогают сохранить жизнь и здоровье юных участников дорожного движения. Более ста участников вышли на старт гонок в третий соревновательный день чемпионата России по лыжеролерам. Спортсмены бежали спринт свободным стилем на дистанции 200 метров. Подробности в следующем репортаже. Шесть раз выходил на старт победитель спринта Дмитрий Воронин. Чтобы дойти до заветного финала, спортсмену нужно было победить соперника в каждом забеге. По словам Дмитрия, это очень сложная гонка и с физической, и с эмоциональной точки зрения. И на старт важно выходить с холодной головой. Это психологическая гонка. Помимо того, что ребята все достаточно сильные, цена ошибки очень велика. Штычок не воткнулся, и ты уже не отобрался в следующий забег. Поэтому у всех нервы на пределе, как в общем-то в легкой атлетике 100 метровке, если видели когда-нибудь. Вот примерно такой же накал страстей до финиша самой разборки. Иногда одна десятая разделяет 3-4 человека. Девушки также соревновались на дистанции 200 метров. Каждая участница старалась обойти соперницу с самого старта, чтобы обеспечить себе место в следующем этапе. Ольга Летучева была лидером с первого забега и в финале подтвердила свой результат, не оставив сопернице шансов на победу. Шла стабильно, но тут получается, что с каждым забегом все тяжелее и тяжелее. Еще нужно очень грамотно разложить силы по забегам, чтобы в финале, когда ты встречаешься уже с наиболее быстрым номером, чтобы силы остались и можно было хорошо взорваться. По результатам чемпионата будет сформирована команда для участия в этапах Кубка мира и Чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Италии. Темный и светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 10 по 15 августа там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело, как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 10 по 15 августа с 10 до 18 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!